Музыка Я буду говорить такую достаточно сложную пробку Мы будем много читать Но вот пришло ее сказать Многие знают уже примерно Я этим живу, я этим делюсь Это видение, которое меня зажигает Но суть его в чем? Для чего я хочу эту проповедь сделать? Не знаю, как она пойдет Я думаю, что она не такая легкая для восприятия Но все же я уверен, что каждый из нее что-то возьмет Я хочу говорить о глобальном плане Бога для Земли Потому что для чего это нужно, в первую очередь? Вот вам И всем людям Для того, чтобы Ну ты когда едешь на машине Ты же не смотришь всегда перед собой Правильно или нет? Вот кто умеет? Кто водитель? Кто знает, как это делается? Вот попробуй смотреть прямо перед машиной Там все вот так вот мелькает И мы смотрим вдаль, правильно или нет? И мы как бы вот чувствуем эту дорогу Мы смотрим вдаль Поэтому нам нужно вот это и есть Для того, чтобы понять план Божий Нам вот как раз нужно иногда Взять и посмотреть на этот план сверху Можно сказать с позиции Бога С позиции тысячелетий С позиции как бы вот самой Библии Сути Библии И потому что Как я говорю уже Если этот план будет зациклен только на нас Вот мы спасаемся Вот я получил свое спасение Я не иду в ад То мы теряем Мы теряем как бы суть вещей И получается, что мы просто заняты тем Чтобы вот ну Жить для того, чтобы не пойти в ад Помните, мы уже об этом как бы говорили Что на самом деле мало кого из людей Этим можно как-то напугать или остановить Чтобы вот не делать Людям трудно верить Вот в ад Да И как бы тебе убедительно не говорили Как бы тебя не пугали Часто человек не особо пугается Ну как-то так А Будет не скоро Будет потом Там разберемся как-нибудь Да Мы так на это смотрим Поэтому Трудно жить В этой жизни Правильно как бы Да Именно вот Да По Божьему плану Только на основании личного спасения Понимаете, про что говорю То есть вот только держаться за это Меня гораздо больше стимулирует Причастность К большому Божьему плану Для того, чтобы его понять Для того, чтобы на него смотреть Для того, чтобы вот Ну найти себя В этом Понимаете, вот Даже Мы можем выдвинуть такую версию Что даже Иисус Христос Он же был тоже обычный человек Вы же знаете это, да? Это говорят, что если на 100% человек Значит это на 100% человек У него не встроен в голову был компьютер Все знания такого Понимаете, что он все обо всем знал Ему были вещи, которые ему открывались И он шел по Писаниям Он знал хорошо Писание Знал хорошо Библию И про себя нашел в ней Потому что Исаия однажды написал Да? И введен был на заклане Как Агнец Перестребующим и безгласен Мы отращали от него лицо Он увидел про свои страдания, да? Я не знаю, в каком порядке Бог Христу открывал план Может быть, он ему сначала открыл Хорошую часть плана Потом открыл конкретную часть плана Его уже, которую ему нужно было исполнить Но Я склоняюсь к тому, что Иисус Он знал весь план полностью Поэтому нам нужно понять Что же Бог хочет И что же Бог хочет? Как вы думаете? Как вы думаете? Он хочет сжечь землю, наверное, да? Чтобы все спаслись Ну да, написано, да? Чтобы все спаслись И достигли познания истины Таким образом Для меня вот этот вот План Божий Это то, что Бог Он не хочет уничтожать землю На самом деле Не для этого Он ее делал Понимаете? Не для этого И то, что еще земля не пришла В то состояние, в которое хочет Бог Это тоже факт Но Семя по всей Ладно, не буду тянуть Что же может изменить землю Что же может изменить землю? Как вы думаете? Что нужно изменить землю? Мы и люди Нас, да? Людей Правильно Ну, проще говоря Нужно изменить мышление людей И все И все Нужно изменить мышление людей И это на самом деле Непростой план Чтобы изменить Вот это мышление людей Не заставить людей Ходить Как роботы, да? А изменить вот это мышление Через дух Духом своим Бог есть дух Понимаете ли? И Он действует духом И Он начал однажды делать Эту глобальную икону И вот Иисус Христос В этом всем плане Это семя Однажды посеянное в землю В этот вот объем земли Представьте, один человек Который достиг этого мышления Который должен иметь человек Вот он единственный Достиг этого мышления Достиг Усовершился И И Жил так И очень сильно влиял Правильно или нет? То есть мы видим Евангелие Что такое Евангелие? Он просто ходил Он просто любил Он служил Он Исцелял Он давал надежду Он проповедовал Но он влиял Правильно или нет? И влиял очень сильно Но разве мог он повлиять Сразу вот как один На весь мир? Ну не хватило бы жизни человеческой Правильно или нет? Невозможно было это сделать Но Он сделал вот такую вещь Как бы совершенную Прожив Вот эту свою жизнь Здесь на земле Концентрировано тогда Как семя Однажды пришли Вот у него было Эти 12 учеников И еще какое-то количество учеников И однажды там на праздник Пришли Эллины Это Кто это? Иудеи Да Живущие У греков Да? Эллины Эллины Да? Кажется это греки Это греки? Да То есть вообще греки Да? Это греки Ну все Значит пришли греки Все И они говорят А греческая философия На тот момент Уже набирала силу Понимаете То есть это были мыслители Как бы люди Уже думающие О мироустройстве И вот они пришли На праздник И пришли Подошли к Филиппу По-моему И говорят Мы хотим знать Христа Они пришли к Андрею Сказали Подходят к Христу Говорят Тут пришли Эллины Хотят с тобой познакомиться И Иисус ответил на это Он говорит Настало время Семени умереть Потому что Если семя не умрет Оно останется одно Если оно будет посажено В землю и умрет Принесет много плода Другими словами Мы видим Что когда Пришло какое-то Большое количество людей К Иисусу Границы Как начали раздвигаться Люди заинтересовались Захотели Узнать о Христе Он сказал Что Ну Не могу уже Все Не могу Вот этим людям Уже не могу дать И Давать будет дальше Вот Тот план То что Отец Задумал Для земли Поэтому С какого же На какое Мышление Иисус Пришел Тремя словами Изменить Мышление Он пришел Изменить Вот это вот Эгоцентричное Мышление Людей Понимаете Да Слово Эгоцентричное Когда Вся жизнь Человека Она как бы Вот вокруг Меня Я Я Я Я От этого Избавиться Практически Невозможно И без Христа От этого Избавиться Очень Очень Сложно То есть Он Пришел Дать людям Откровение Что мы созданы Не для того Чтобы Воевать Не для того Чтобы Вот только Потреблять Жить для себя Но мы Созданы Для того Чтобы Любить И взаимодействовать Друг с другом Это Видение Божье Потому что Он пришел Дать людям Вот эту Модель Церкви Поэтому Когда мы Говорим Слово Церковь Мы должны Постараться Уходить Уже От стереотипов Зданий Строения Или может быть Даже собрание Воскресное Церковь Такая Пятидесятники Харизма И так далее Но Суть Церкви Заключается В том Что это Тело Христа Что это Ну что такое Тело Палец Я им шевелю Рука Ну как бы У меня в теле Есть взаимодействие Полное взаимодействие Мне все Подчиняется В моем теле Понимаете И Все Пальцы С друг с другом Не Не ломают Друг друга И не ссорятся Там Павел Однажды Понимаете Что Павел Когда получил Это откровение О теле Он получил Это как Откровение И он Начал Просто Объяснять Суть Плана Божьего Через Пример Тело Понимаете Раньше Рождали Но Иисус Иисус Тот Дух Ненавидит Ненавидит Слово Демократия Как бы Успехом Успехом Считается Это Столько Накопить Чтоб Уж Точно Хватало Понимаете Но Все Прекрасно Знают Что Невозможно Это Столько Накопить Всегда Остается Правильно Или Нет Даже У Олигархов Они Все Равно Не Могут Быть Счастливыми Из За Того Что У Нех Куча Денег Понимаете Это Или Нет У Нех Остаются Страхи Какие Что Кто Обгонит Заберет То Что Какой Кризис Сожрет Так Много То Он Десять Лет Зарабатывал Зарабатывал У Него Было 50 Миллиардов И Он Зарабатывал Зарабатывал Стало 100 Миллиардов И Вдруг Кризис За Один Год Сделал Что У Него 50 Миллиардов Как Ему Жить С С С С С Он По Холсток А Тут Просто Какой Кризис Поэтому Кто Выбрасывается Из Окна У Него Еще 50 Миллиардов А Он Из Окна Выбрасывается Понимаете Ну Я Про Суть Говорю Понимаете Поэтому Это Все Из Того Что Человек Не Понял Это Вот И Есть Познать Как Бог Поэтому Иисус Пришел Изменить Мышление Земли Мышление Христа Это То Что Изменит Землю Другими Словами Любовь Христа То Есть Это Другое Мышление Вы Знаете Что Означает Слово Святой Отделенный Другими Слами Другой Не Такой Отделенный Вот Он Святой Потому Что Его Мышление Оно Совершенно Не Вписывается В Мышление Людей Которые Подвержены Вот Этому Духу Этому Мира Князю Господствующего В этом мире И Я сегодня Хочу Говорить Об этом Плане Божьем Давайте Мы Откроем Ефесяна Вот Как Его Понял Павел Как Он Его Тоже Ефесяна Третья Глава Я С Восьмого Стиха Прочитаю Что Павел Говорит О том Что Ему Открылся План Божий Кстати План Божий Не Был Открыт Всем Даже Апостолам Так Как Был Открыт Павел Потому Что Он И Говорит Мне Наименьшему Из Всех Святых Дана Благодать Сия Благодействовать Язычникам Неисследимое Богатство Христово И Открыть Всем В чем Состоит Домостроительство Тайны Сокрывавшейся От Вечности В Боге Саждавшим Все Иисусом Христом Дабы Ныне Соделалось Известную Через Церковь Начальством И властям На небесах Многоразличная Премудрость Божья Дабы Ныне Соделось Известную Через Что Через Церковь Дайте Я Вам Ответ Прочитаю Другой Перевод Немножко Я Самый Незначительный Из всех Святых И Мне Дана Была Эта Благодать Развещать Язычникам Радостную Весть О Неизмеренном Богатстве Христа Мне Было Доверено Просветить Всех Относительно Этого Плана Который Был От самого Начала Сокрыт Богом Сотворившим Все То есть У Бога Был План Который Изначально Был Сокрыт И Вот Павел Говорит А мне Открыл Бог Этот План И Бог Все Сотворил И Вот Который Был С самого Начала Сокрыт Богом Сотворившим Все Согласно Ему Многообразная Мудрость Божия Должна Теперь Открыться Отначальством И властям На небесах Через Церковь Через Церковь Это Его Вечный Замысел Который Он Осуществил Во Христе Иисусе Господе Нашем Вот Понимаете То есть Именно Через Церковь То есть И вся Библия Если мы Ну как бы Вот Для чего нам Это все нужно Потому что Читая Библию Мы увидим Что вся Библия Вся Практически Она свидетельствует Об этом Божьем плане Бог Изначально Начал Закладывать То что Должно Произойти С землей В различные Прообразы Вот Например Возьмите Народ Израильский Который Был Выведен Из Египта Приведен В пустыню И потом Они завоевали Землю Обетованную Для меня Это вот Почему я Это сейчас Беру Потому что Это действительно Для меня То что Хочу вам Поделить Это прообраз Того что Должно Произойти С землей То как Сыны Божьи Да Дети Божьи Однажды Они Повлияют На этот мир И я вам Сегодня Вот Почитаю Эти места Для того Чтобы вы Увидели Как Ну как Что Это все Есть И Что Это однажды Должно Произойти Почему Я об этом Говорю Сейчас И вообще Ну и Действительно Я вот Хочу верить Что Время Настало И я вам Сегодня Немножко Даже Вот эти Моменты Покажу И докажу Что Это Именно То Время Которое Какое-то Оно Особенно Верите В это Не Верите Достаточно Того Что Я верю Поэтому Могу Говорить Я верю В то Что У меня Есть Божий Дух Я Знаю Это Что У меня Есть Божий Дух И Я не Хочу Вам Говорить Мне Бог Открыл Мне Бог Сказал Мы Это Проверим И Как Узнаем Однажды Но Я Так Верю Что Сейчас Какое-то Особенное Время И По Многим Моментам Оно Сходится То Что Сделал Иисус Христос Однажды Прошел По Моему Я Сейчас Не Нашел Где-то Есть Стих Такой Где Написано Он Сделался Притчу Есть Такой Лех Ну Слышал Ты Или Такой Формуляр Никто Не Слышал Что Он Сделался Притчу Как Бы Для Нас Ладно Посмотрим Там Но Все равно Для Меня То Что Сделал Иисус Потому Что Он Сказал Куда Иду Знаете И Путь Знаете Они Сказали Ну Не Знаем Путь Я Путь Истина И Жить То Есть Он Не Только Да Мы Иногда К нему Приходим Как Истина Жизнь И Молимся Так Но Он Еще И Путь То Есть Он Вот Эта Дорога Которая Я Не Знаю С Указателями Или Ну Уже Известная Дорога На Которую Как Като Можно Так Сказать Да На Которую Мы Можем Смотреть И Вот На Меня То Что Сделал Иисус Это Еще Раз Показывает Как Он Шел Что Он Делал Показывает Еще Раз Как Будет Завоевываться Земля То Есть Он Это Сделал Как Он Но Так Как Мы Принимаем Это Откровение Что Мы Это Он Здесь Правильно Мы Принимаем Это Откровение Оно В Библии Написано Мы Его Тело Здесь Мы Его Тело И Однажды Это Тело Прийти В Возраст Почему Раньше Не Получалось Потому Что Тело Еще Не Пришло В Возраст И Почему Иисус Своё Служение Не Начал В 15 12 20 Лет Потому Что Нужно Было Прийти Возраст И Вот Когда Он Пришел Возраст Он Начал Это Своё Движение По Земле И Он Его Прошел И Бог Еще Раз Нам Заложил Его Как Вот Этот Путь И Поэтому Библию Можно Читать Как Наслоением Таким Как Калька Это Один и Тот же Путь То Понимаете Что Я Вам Говорю Это Не Просто Касается Нашего Какого То Отдельного Спасения Хотя Это Тоже Очень Важно И Мы Об Этим Говорим Много О Прощении Грехов О Крови И Как Нам Жить Лично Но Я Считаю Что Очень Важно Быть Причастниками В Откровении Своем К Божественному Плану То Что Павел Он Горел Этим Понимаете Или Нет Павел Он Этим Горел Когда Он Однажды Пришел В Иерусалим Вот Уже В конце Своей Карьеры Такой Да Вот Этот Его Последний Приход В Иерусалим Он Знал Что Его Там Свяжут Он Знал Что Его Будут Бить Что Его Будут Тоже В Тюрьму Посадить Он Уже Это Все Знал Но Он Все Равно Шел На Это Пятидесятницы И Вот Все Люди Там Бывшие Они Все Равно Они Еще Продолжали Жить Этой Атмосферой Вот Этого Взрыва Но Павлу Уже Было Открыто Что То Что Мы Сейчас Здесь Прочитали Мне Бог Открыл И Послал Меня К Язычникам Потому Что План Божий Он Для Всей Земли Не Только Для Евреев Но Были Люди Которые Они В этом Остались И Как Хорошо Бог Действует И Там Есть Такой Момент Когда Он Приходит В Иерусалим И С ним Разговаривают Уверовавшие Верующие Которые Старшие И Они Говорят Они Знали Что Он Проповедует Против Обрезания Именно Язычников Что Он Ломает Какие Религиозные Вещи Были Очень Сильно Про Него Большие Слухи Ходили Что Он Закон Моисеев Тоже Попирает Люди К нему Прибежали И Там Такая Фраза Есть Мне Просто Вцепилось В разум Посмотри Сколько У нас Здесь Уверовавших Уидеев Стало Уже У нас Тут Тоже Движух Такая Люди Прибежали К нему И Ты Давай Сделай Все Нормально Не Ругайся С ними По Другими Словами Обрезания То Что Ты Делаешь И Он Как Был Настроен Мирно Он Тоже Любил Он Хотел Дружить Можно Так Сказать Но Не В Ущерб Истине Но Он Пошел Обрезал Человека Заплатил За него Показал В итоге Ничего Не Помогло Его Все Равно Те Кто Ненавидел Они Его Схватили Связали Начали Бить И Так Далее Ну Я Просто Про Чего Говорю Почему Я Сюда Залажу Потому Что Был Человек Павел Которому Был Уже Открыт Глобальный План И Бог Уже Начал Его Использовать Для Глобального Плана Но Были Еще Люди Которые Глобальный План Еще Не Поняли Не Приняли Они Еще Хотели Сохраниться Вот В этом В Иерусалиме И так Далее И Нам Время Уже Все Показывает Что Павел Был Прав Потому Через Какое Время После Иерусалим Был Просто Полностью Стер С Лица Земли Просто Разрушен И Все То есть Мы Видим Что Вот Этот Взрыв Он Произошел Не для Одного Иерусалима А для Того Чтобы Просто Семя Было Посажено Пронесло Плод Взорвался Вот Этот Процесс Пошел И Началось Вот Это Рассеяние И Пошло Поехало Вот Давайте Мы Откроем Даниил Вторая Глава Ничего Вы Со мной Слушаете Нет Потихоньку Я Предупреждал Сегодня Будет Немножко Моментами Может быть Тяжело Мне придется Просто Я не буду Вот так Говорить Вдохновляюще Для покаяния Я Просто Хочу Вот Именно Вам Показать Вот Чтобы Вы Однажды Взяли Так Отдалились Просто Немного От своей Жизни И Посмотрели Что Бог Хочет Как Он Это Все Планировал Как К Чему Все Дело И Так Значит Вторая Глава С 28 Стиха Я Прочитаю Это Сон Новохудоносора Был Такой Царь Который Достиг Невероятных Ну Это Был Царь Мира И Все Весь Мир Завоевал Тогда Существующий И Вот Даниил Еврей Которых Они Тоже Завоевали Был У него Советником Мудрецом И Однажды Царю Приснился Сон Который Он Мучился Он Не Понял Он Понял Что Сон Что Это Значит Что Это Сон Явился Прям Вот Каким То Свернеестественным Образом В его Голову Что Он Это Нигде Не Видел И Даниил Растолковывает Его Сон Рассказывает Сон Сначала Причем Он Сделал Так Царь Он Не Рассказал Свой Сон Никому А Говорит Ну Просто Потому Что Понял Что У него Тоже Была Там Куча Мудрецов Хитрецов И Он Понял Что Его Они Ему Там Такие Интерпретации Дадут Этого Сна Такое Он Придумал И Поэтому Он Хотел Настоящего Подтверждения Для Того Чтобы Понять Что Это Был За Сон И Поэтому Приказал Что Всех Мудрецов Убьют Если Не Найдется Кто Кто Расскажет Ему Сам Сон Сначала А Потом Интерпретацию Этого Сна И Вот Даниил Вошел К царю Сказал Что Не Надо Никого Убивать Я Тебе Все Расскажу Дальнее Время И Он Пастился Попросил Своих Поститься Молиться И Вот Он Рассказывает Этот Сон 27 Стих Даниил Отвечал Царю И Сказал Тайны О Которые Царь Спрашивает Не Могут Открыть Царю Ни Мудрецы Ни Обаятели Ни Тайновец Ни Гадатели Но Ты Царь На ложе Твоем Думал О том Что Будет После Сего И Открывающий Тайны Показал Тебе То Что Будет А Мне Сия Тайна Открыта Не Потому Чтобы Я Мудрее Всех Живущих Но Для Того Чтобы Открыто Было Царю Разумение И Чтобы Ты Узнал Помышление Сердца Твоего Тебе Царь Было Такое Видение Вот Какой Большой И Руки Его И Серебра Чрева Его Бедра Его Медные Голени Его Железные Ноги Его Частью Железные Частью Глиняные Ты Видел Его Доколе Камень Не Оторвался От горы Без Содействия Рук Ударил В истуканов Железные Глиняные Ноги Его И Разбил Их Тогда Все Вместе Раздробилось Железо Глина Медь Серебро И Золото Землю Вот Сон Скажем Прицарем И Значение Его Ты Царь Царей Которому Бог Небесный Даровал Царство Власть И Силу И Славу И Всех Сынов Человеческих Где Бо Они Ни Жили Зверей Земных И Птиц Небесных Он Отдал В Твои Руки И Поставил Тебя Владыку Над Семь И Ты Это Золотая Голова После Тебя Восстанет Другое Царство Ниже Твоего И Еще Есть Третье Царство Метное Которое Будет Владычествовать Над Сею Землей А Четвертое Царство Будет Крепко Как Железо Ибо Как Железо Разбивает И Раздробляет Все Так И Оно Подобно Всесокрушающему Железу Будет Раздроблять И Сокрушать А Что Ты Видел Ноги И Пальцы На Ногах Частью Из Глины Горшечной А Частью Из Железа То Будет Царство Разделенное И В нем Останется Несколько Крепостей Железа Так Как Ты Видел Железо Смешанное С Горчичную Глину И Как Персты Ног Были Частью Железа А Частью Из Глины Так И Царство Будет Частью Крепкое Частью Хрупкое Водвигнет Царство Которое Вовеки Не Разрушится И Царство Это Не Будет Передано Другому Народу Оно Сохрушит И Разрушит Все Царства А Само Будет Стоять Вечно Так Как Ты Видел Что Камень Оторгнут От Горы Не Руками И Раздробил Железо Медь Глину Серебро И Золото Великий Бог Дал Знать Царю Что Будет После Всего И Верен Этот Сон И Точно Исколкование Его Потом Новохудонос Внаграждает Даниила То есть Вот Мы Увидели Увидели Нет Успели Что Вот Такой Сон Такой Образ Явился И То есть Бог Показал Царю Вообще Глобальный План Он Скал Что Будет Вообще После Тебя В будущем И Как Это Будет Все Выглядеть Такую Духовную Картину Того Как Будет Развиваться Мир В дальнейшем И Я Сегодня Именно Не хочу Разбирать Вот Эти Все Золото Серебро Медь Глину Глину С железным Искать Там Вот Эти Вещи Есть Люди Которые Этим Занимаются Или Может Быть В Каких То Отдельных Темах Или Проповедях Мы Что То Сможем Увидеть Как Это Понять Эти Все Моменты Но Почему Я Для Того Чтобы Мы Увидели Еще раз Ту Картину Что Бог Он Свой План Открывает Показывает То Есть Тайна Такая Сокрытая И Он Ее Периодически Показывает В тех Или Иных Картинах В тех Или Иных Образах И Мы Иногда Как Люди Думаем Что Нам Нужно Больше Заняться Вот Этим Разбором На части Вот Этого Всего Да Разделять Что Что Значит Вот В этом Сне И Так Далее Интересно Так На Какое То Время Нас Увлекает Мы Занимаемся И Точно Так Я Думаю Что Иногда Христиане Как Христиане Мы Не Виде Вот Этого Глобального Плана Божьего Склонны Тоже Вот Своей Жизни Тоже Вот Так Вот Разделять Но Я Хочу Сегодня Главное Выделить Важное Выделить Вот Да Все Разлетелось В щепки Да И Стал Горою Стал Царством Написано Вечным Царством Вечным И Это Тот План Божий Который Он Хочет Для Земли Вот Потому Что Написано Иисус Это Тоже Камень Краеугольник Понимаете То На Котором Зиждется Все Вот Это Вот Строение Поэтому Это Как Подтверждение Того Что Бог Имеет План Для Земли Понимаете Он Движется К этому Плану Понимаете Он Движется И Двигает Этот План И Поэтому Опять же Для чего Нам Потому Что Нам Легче Будет Жить И Понимать И Понимать Библию И Истину Потому Что Мы Однажды Должны Перестать Ругаться Между Конфессиями Динаминациями Да Споря Так Или Так Правильно Воспринимать Потому Что Все Споры Идут Как раз Вот Вокруг Интерпретации Того Или Другого Вот Этого Промежуточного Но Есть Главное Понимаете Есть Главное И Вот Апостол Павел Выделил Такими Словами Галатам 5 глава Нет 5 глава 6 стих Галатам 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 5 глава 6 стих Ибо Ибо Во Христе Иисусе Не Имеет Силы Ни Обрезания Ни Не Обрезания Но Вера Действующая Любовью Вроде К чему Здесь Это Но Апостол Павел Очень хорошо Сформулировал Что Такое Обрезание Это Совет Религиозный Такой У евреев Данный Им Самим Богом Однажды Что они Должны Это Делать Для Того Чтобы Как раз И быть Вот этим Отделенным Народом То Святыми И Это Прообраз Но Потом Это Все Превратилось Во Что-то Другое И Апостол Павел Ему Открылось Он Начал Говорить Что Не Имеет Силы Во Христе Ни Обрезания Ни Не Обрезания И Если Про Обрезание Нам Понятно Но Здесь Он Употребил Еще Одно Слово Не Обрезание Понимаете То Когда Определенная Часть Людей Поняла Что Или До Конца Даже Не Понял А Просто Им По Душе Стало Когда Им Сказали Что Обрезание Не Нужно Они Скажут Все Обрезание Не Нужно И Они Начали Провозглашать Не Обрезание И Таким Образом Что Обрезание Превратилось В Религию Что Не Обрезание Тоже Превратилось В Религию Понимаете Или Нет Поэтому Он Говорит Что Во Христе И Неважно Ни Обрезание Ни Не Обрезание Но Вера Действующая Любовью Другими Сами То О чем Мы Говорим Но Мышление Мышление И Отношение Между Людьми И Верим Ли Мы Вообще Вот В Это И Хотим Ли Мы Сами На Практике Стать Вот Этими Вот Этими Учениками Продолжательными Иисуса Христа Понимаете На Практике Потому Что Здесь Он И Говорит Что Не Имеет Силы Ни Обрезание И Не Обрезание Имеет Имеет Значение Практика Практика Вера Действующая Любовью Понимаете Или Нет То Когда На самом Деле Мы Вот Это Мышление Начнем Практиковать По Настоящему На Практике Не Просто Религию Не Просто Вот Эти Моменты Промежуточные Но Сможем Вот Это Настоящее Давайте Мы Будем Читать Еще Одно Место Очень Мощное Место Которое Тоже Говорит О Божьем Плане Слышал Кто Нибудь О Тысячелетнем Царстве Откровение Давайте Откроем Девятнадцатая Глава Все Не Такие Места Не Простые Часто Обрещаем Часто Читаем Девятнадцатые Еще раз Прежде чем Начнем читать То есть Что такое Библия Библия И буквальная Книга И Книга Образов То есть Книга Образов Духовных Для того Чтобы Объяснить Суть Вещей Поэтому В нее Сплошь Рядом Все это Заложено 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 То есть Это Как бы Книга Ключей Можно Так Сказать И Книга Плана Божьего Для Земли Как я Уже Сказал Первый Раз Мы с Этим Планом Не Первый Раз Мы Встречаемся Когда Народ Израильский Выходит Из Египта Пустыня Земля Обетованная Завоевание Этой Земли Обетованной Потом Также Видим В Давиде Очень Много Когда Царство Начинает Строиться То есть Когда Сначала Саул Потом Давид Потом Соломон Тоже Такие Своеобразные Символы Если Так Отдалиться Можно Тоже Увидеть Что Саул Давид И Самуин Это Тоже Движение Царства Божьего На Земле Движение Его Церкви Тоже Как План По Завоеванию По Покорению Земли Его Царством Как Иисус Нас Учил Молиться В своей Молитве Какой Там Важный Пункт Есть О чем Я Сегодня Говорю Приедет Царство Твое Понимаете То Что Он Сказал Молитесь Так Отче Наш Священ На Небесах Да Святится Имя Твое Да Приедет Царствие Твое Аминь Аминь Понимаете И Мы Не Можем Без Глобализации Вот К этому Тоже Подходить Мы Тоже Должны Это Понять Что Иисус Он Знал Для чего Он Идет На Крест И Он Уже Видел Я Не Завидел Он Вот Это Или Нет Но Это Тоже Часть Плана Божьего Вот Именно Чтобы Люди Научились Пользоваться Да Вот Семи Ресурсами Законами Божьими Да Что Мы Научились Электричество У нас Да И Вообще Что Только Нет Но Вот Я Думаю Что В духе Мы Еще Не Провались Как Бывает Человечество Еще Не Пришло Это Откровение Не Пришло Это Влияние Не Стало Еще Это Царство Действительно Вот Этим Царством Которое Должно Быть Вот Опять же Давайте Сначала Прежде чем Откровение Откроем Дайте Откроем Малахи Четвертая Глава Чтобы Так Нам Двигаться Последовательно Книга Малахи Это Последняя Книга Писания Но Ветхого Завета То Это То Чем Заканчивается Ветхий Завет Все Понимаете Это Уже Потом Появился Новый Но Писание Которое Тора Которое Было Написано Заканчивается И Заканчивается Четвертой Главой Малахи И Четвертая Глава Звучит Так Я вам Гравцу Главу Там Всего Шесть Стихов Ибо Вот Придет День Пылающий Как Печь Тогда Все Надменные И Поступающие Нечестивые Будут Как Соломы И Попарят И Грядущий День Говорит Господь Соловок Так Что Не Оставят У них Ни Корня Ни Ветвей А Для Вас Благоголеющий Пред Именем Моим Взойдет Солнце Правда И Исцеление В лучах Его И Вы Выйти И Взыграйте Как Тельцы Упифаны И Будете Попирать Нечестивых Ибо Они Будут Прахом Под Стопами Ног Ваших В тот День Который Я Сделаю Говорит Господь Помните Закон Моисея Раба Моего Который Я Заповедовал Ему На Харибе Для Всего Израиля Равно Как И Устава Вот Я Пошлю К вам Или Пророка Перед Наступлением Дня Господня Великого И Страшного Он Обратит Сердца Отцов Детям И Сердца Детей Ко Отцам И Чтобы Я Придя Не Поразил Землю Проклятием Вот Бог Запланировал Он Говорит Что Будет День Пылающий Как Печь Тогда Все Надменные И Поступающие Нечестивые Будут Как Солома И Попалят И Грядущий День Говорит Что Что-то Придет Опустятся Ангелы С ним Вот так Вот Возьмут Прям Нечестивых Скрут И Начнут Их В огонь Кидать Понимаете Сам День Попалят Нечестивых Сам День Он Будет Ну Это Мое Видение Моя Интерпретация Потому Что Это Описываются Для Меня Картины Духа То Что Будет В Духовном Царстве Что Настанет Такое Время На Когда Вот Это Нечестие И Вот Этот Образ Жизни Эгоцентричный Который Неправильный Он Не Будет Уже Почитаем Не Будет Уже Превознесен То Изменится Что Будет По Другому Все То Те Кто Живут Правильно Они Будут Уже Ну Как Это Будет В Уважении Это Будет В Почете Это Будет Нормой Понимаете А Сейчас Какая Норма Сейчас Другая Норма У Кого Больше У Кого Силы Больше Кто Злее И так Далее Но Мы Движемся Все Равно Земля Она Уже Движется Уже Христианство Проникло Во Многие Сферы В Любом Случа Уже Многие Законы Написаны Как Б В Христианской Сути В Христианском Духе Но Это Все Равно Все Так Законы И Но Само Человечество Еще Не Пришло К Практике Осознанности И Здесь Написано А для Вас Благоговеющие Пред Именем Моим Зайдет Солнце Правды И Исцеление В лучах Его И Вы Выйдете И Взыграете Как Тельцы Упитанные И Будете Попирать Нечестивых Ибо Они Будут Прахом Под Стопами Ног В Тот День Который Я Сделаю Говорит Господь То есть Мы Вот Сейчас Понимаем Мы Опять же В том же Образе Как Этот Новокудоносер Увидел Этого Истукана Камень Прилетел Бабахнул Царство Наступило Так же И здесь Это место Говорит О том Что Будет Происходить На земле Что Бог Однажды Сокрушит Нечестие На земле Что Бог Однажды Попрет Неправду И Ногами Но Как Он Это Сделает Сверхъестественным Образом Думаете Да Или На самом деле Нет Он Сделает Это Через Церковь Понимаете Он Сделает Это Церковью Он Сделает Это Вот Этими Взрослыми Сынами И Дочерями Которые Как бы Просто Войдут В Такое Понимание В Такое Откровение Которых Будет Уже Много Представьте Иисус Христос Он Один Влия На Землю Что Будет Если Вот Этих Христов Их Будет Много И Они Еще Будут Между Собой Взаимодействовать Для Меня План Божий Примерно Выглядит Таким Образом Для Земли Чтобы Церковь Поэтому То Что Сейчас Чуть Чуть Церковь В нашем Представлении Это Не Совсем То Что Бог Хочет Но Мы Движемся Мы Должны Пройти Именно Вот Через Это Не Совсем То Войти В То Понимаете Но Для Того Чтобы Войти В То Мы Должны В Первую Очередь Начать Чуть Чуть Думать Шире Понимаете Для Того Чтобы Позволить Богу Через Нас Же Рождать Вот Это Новую Землю И Новое Небо Понимаете Вот В Откровении Это Тоже Написано Моё Мнение Что Вот Эти Вот Образы Сказок Они Должны Перейти В Практику Практичность Чего-то Потому Что Вот Это Средневековье Оно Заканчивается Это Раньше Можно Было Людей Там Вообще Очень Сильно Людей Пугали Адам Фильм Мартин Лютер Кто-то Смотрел Нет Ну Очень Много Там Вот Эти Инквизиции Средневековье Пугали И Адам И Сгоришь Индульгенция И Плати Больше Денег И Так Далее И Мы Смотрим На Эти Времена Уже Как На Заблуждение Но Сами Еще Здесь Живем Достаточно Таких Еще Картинках Которые Мы Не Готовы Еще Понять Я Вот Вижу Что Апостол Павел Он Уже Понимал Потому Что Вот Он Сформулировал Такие Стихи Такое Послание Когда Он Сказал Что Вся Тварь Надежда Ожидает Откровения Сынов Божьих Мы Вот Уже Знаем Этот Стих Я Люблю Цитировать Это Для Меня Ключевой Стих Вообще Потому Что Именно План Божий Заключается В том Что Все Творение Земля Стена Написана Творение Стенает И Мучиться Доныне Доколе Вот Не Придут Сыны Божьи Вот Такое Познание Истины Что Они Уже Не Просто Как Религиозные Будут Между Собой Сражаться Обрезание Не Обрезание И так Далее Но Когда Они Уже Поймут План Божий Для Земли И Для Себя И Поймут Саму Роль Церкви И Суть Церкви Что Такое Церковь Вообще На Земле Понимаете Что Это Не Просто Моя Церковь И Я Хожу В Церковь А Я Церковь Я Я Я Я Я Я Я Живу Полностью Для Этого В Этом Понимаете В Этом Всеми Своими Дарами Всем Своим Умением Я В Этом И Все Потому Что Когда Я Просто Хожу В Церковь Как Я Могу Быть Полностью В Этом У меня Есть Одна Жизнь Там Работа Туда Сюда Сюда Туда Моя Жизнь Летит Очень Быстро Но Мы Видим Как Когда Произошел Этот Взрыв В Деяниях Апостолов Мы Видим Как У них Там Все Это Произошло Написано Что Люди Просто Приходили Продавали Свои Имения Это Говорится О том Что Они Отрезали Вот Это Вот Да Своё Сознание Того Что У них Есть Что Своё Личное Частное И Шли В этот План Божий Полностью Погружались Мы Не Можем Это Сымитировать Я Это Сейчас Говорю Не Для Того Чтобы Призвать Каких Отдельных Людей Продать Квартиры И Принести Сюда День Хотя Тоже Неблохо Шутка Это Должно Просто Люди Для Меня Должны Включиться Вот Церковь Она должна Включиться В Это Достаточно Массово Осознанно Понимаете Для меня Это Должны Родиться Целые Движения Где Есть И Бизнесмены Когда И Те Кто Понимаете Потому Что Не Могут Все Ток Проповедовать Правильно Не Могут Или Все Только Играть На Служение Тогда Что Будут Остальные Делать А Вот Остальные Как Раз Они Завоеваны Понимаете Они Они Движутся Они Они Так Живут Между Собой Взаимодействуют Что Это Других Людей Захватывает И Люди Просто Ну Не Понимают Как Можно Так Как Это Вот Потому Что Там Было Так Написано Что Они Жили И Ни в чем Не имели Недостатки Было У них Все Общее И Никто Ничего Ни Называл Своим Для Для Меня Вот Это Как Это Определение Церкви Вот Это Настоящая Церковь Которая Может Двигаться В силе Понимаете Но Так Опять Это Нельзя Сделать Искусственно Давай Мы Сейчас Договоримся У нас Все Будет Общее Мы Ничего Не Называем Своим Мы Превратимся В Такую Конкретную Секту И Которую По Плоть Попробуем Это Все Практиковать Это Все Придет Должно Прийти Естественным Образом Через То Что Когда Люди Начнут Искать Бога Вместе И Просто Спрашивают Бога Что Делать Как Двигаться И так Далее И Начнут Рождаться Вот Эти Варнавы Которые Помните Там Варнавы Или Варнава Которые Написано Сын Милосердия Который Продал Там Землю Свою Принес К ногам Апостолов И Сам Пошел Служить И Бог Ему Дал Такую Благодать Что У него Сердце Было Открыто Для Самого Апостола Павла Которого Никто Не Хотел Принимать И Он Был Отцом Апостола Павла Духовно И Так Попал В Книгу Жизни Но Если Он Когда Не Просто Не Захотел Полностью Посвящаться В Дело Божье То Наверное Как бы Жесткие Вещи Говорим Может Быть И Трудно Взять И Себя Теперь Представить В этом Но В том И Дело Что На самом Деле Христианство Это не Игра Иисус Он Всегда Говорил Очень Достаточно Глобально И Жестко Он Говорит Если Кто Любит Дом Отца Маму Душу Больше Чем Меня Не Достоин Меня Потому Что Вот Оно Так И Все И Это Не Просто Какой Фанатизм А Это На самом Деле Причастность Просто К Божьему Плану И Может Быть Ну Это На самом Деле Кто Это Называет Ценою А Я Это Назвал Благословением Просто На Плотском Уровне Мы Не Можем Увидеть Что Это Благословение Жить Вот Для Этой Мечты Божьей В Своей Жизни Жить Вот С Пониманием Того Участником Чего-то Глобального И Твоё Имя Может Написано Быть В Книге Жизнь И Давайте Мы Откроем Вот Это Вот Откровение 19 Главу Здесь Мы Сталкиваемся Еще С Одним Образом Божьего Плана Для Земли С Одиннадцатого стиха И Увидел Я Отверствие Неба И Вот Конь Белый И Сидящий На Нем Называется Верный И Истинный Который Правильно Судит И Воинствует Очень У него Как Пламень Огненный И На Главе Его Много Диаден Он Имел Имя Написанное Которого Никто Не Знал Кроме Его Самого Он Был Облечен В одежду Обогренную Кровью Имя Ему Слово Божие И Войства Небесные Следовали За ним На Конях Белых Облеченные В весон Белый И чистый Из уст Живо Исходит Острый Меч Чтобы Им Поражать Народ Он Польсет И Жезлом Железным Он Топчет Точила Вина Ярости И Гнева Бога Вседержителя На Одежде И На Бедре Его Написано Царь Царей Господь Господствующий И Увидел Я Одного Ангела Стоящего На Солнце И Он Воскрепил Громким Голосом Говоря Птицам Летящим Посредине Неба Летите Собирайтесь На Великую Вечерю Божию Чтобы Пожрать Трупы Царей Трупы Сидящим На Коне И Своинством Его И Схвачен Был Зверь И С ним Пророк Производящий Чудеса Пред Ним Которыми Он Оборстил Принявших Начертания Зверя И Поглоняющих Ее Все Его Изображение Оба Живые Брошены В озеро Огленное Горящее Серое А прочим Битым Мечом Сидящего На Коне И Сходящим Из Уст Его И Все Сковал Его На Тысячу Лет И Низверг Его В Безду И Заглучил Его И Положил Над Ним Печать Дабы Не Причал Уже Народы Доколе Не Окончится Тысяча Лет После Жесего Ему Должно Быть Освобожденным На Не Ожили Доколе Не Окончится Тысяча Лет Это Первое Воскресенье Блажен Свят Имеющий Участие В Первом Воскресенье Над Ним Смерть А Не Имеет Власть Не Многие Из Вас Добирались До Эти Мест Еще Да И Ну Понимаете Почему Я Опять Хочу Это Говорить И Именно Говорить Даже Тем Которые Еще Вроде Как Не Время Это Говорить Потому Что Ну Это Как Б Полностью План Божий Это Ну Важные Моменты И Опять же Я Не Хочу Сейчас В Это Место Погружаться Так Чтобы Разбирать Каждый Момент Именно Для Меня Это Место Сейчас Ценно Тем Что Есть Вот Эта Картина Общая Картина Которую Можно Увидеть Что Что Будет Происходить Что Происходит Там Написано Что И увидел Я Отверстие Неба И Вот Конь Белый И Сидящие На нем Верные Истины И Идут Описания Что Он Правильный И Верный Судит Что Он Царь Царей Господь Господствующий Что Он Одет В одежде Обогренной Крови И Имя Ему Слово Божье Это Про Иисуса Правильно Или Нет Идет Вся Символика Иисуса Но Я Вижу Что Что Конь Белый Для Меня Это Движение Божье Конь Это Мощь Это Сила Это Что Что Движется Можно Сказать Что Это Средство Передвижение Правильно Или Конь Средство Передвижения А Корабль Как Думают Средство Передвижения Корабль Белый Правильно Наверно Для Тех Кто Хочет Задуматься И поэтому, ну, то есть, другими словами, мы понимаем, что описывается, вы понимаете, что описывается духовная картина, такая картина, которую мы не увидим в реальности, которую не надо снимать на кино и вот там вот, ну, рассказывать, как эти трупы будут пожираться, там, тысячи начальников, начальников там и так далее, но то, что там описано, это будет происходить в духе, и должно происходить в духе, что будет вот это вот движение. И для меня вот это вот конь белый, это движение последнего времени, это люди, несущие на себе присутствие Божье, несущие на себе как бы Христа, посвященные люди, которые, за которыми будет вот стоять и Христос, которые и принесут это пришествие, другими словами, на землю. Когда вот произойдет вот эта вот битва, когда там все будет побеждено, и этот же процесс, который вот там описывается, он назван вечерей, понимаете? Вот это вот, когда, потому что, когда вот этот конь белый, воинство небесное, и они убьют, и написано, что, и тогда там был голос, собирайтесь на великую вечерю Агнации и Невесты, понимаете? То есть вот это вот, вот этот процесс, вот этот конем белый, с белым связанным, с этим движением, которое придет на землю, духовным движением в первую очередь, это и есть вечеря. То есть вот этот вот праздник, вот этот вот пир. Поэтому вот мы недавно разбирали вечерю, да, что там, что это будет, что Бог туда зовет, и мы говорили, что есть варианты, что эта вечеря, она здесь произойдет, на этой земле, именно вот как духовный такой пир, что одни будут в этом участвовать, а другие не будут в этом участвовать. И там был человек, который был в других одеждах, и он попытался в этом участвовать, и его оттуда выкинули, связали и выкинули, да? То есть вот таким вот образом. И дальше у нас идет такой прообраз, что вот ангел, который придет и свяжет сатану, змея древнего написано, придет с ключом от бездны, с цепью, свяжет его и затащит, и посадит на тысячу лет. И это названо уже давно в Библии как бы тысячелетним царством. Но тысячелетний царство, что означает тысячелетний царство? Опять же, можем, не буду уже эти моменты искать, в Даниила там тоже, ну, Бог тоже открывал. Именно ему уже в прообразах открывал, что будет вот это вот царство святых, которые будут править землей. Понимаете, именно вот это будет. Поэтому, что это значит, например, для меня прообраз? Что означает вот этот прообраз, когда дьявол будет связан и посажен на цепь? То есть это духовный прообраз, который нам дается? Ну, для меня это вот, когда человечество действительно вздохнет, когда люди вздохнут. Понимаете, то есть когда мы действительно сможем победить вот в духе, просто вот похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. В таких серьезных масштабах человечества, понимаете, когда вот люди будут взаимодействовать между собой без вот этих вещей. Или эти вещи, они будут вот, ну, настолько они там будут привязаны, связаны где-то, да, затащены, написаны и посажены на цепь, что это действительно будет просто вот, кто хочет в этом участвовать. Понимаете, мы должны понимать, в чем мы хотим участвовать, понимаете. То есть для меня вот это вот, ну, как бы важные моменты. Потому что если мы будем думать, что все придут и сделают ангелы, да, и просто вот раз, дьявола связали, пойдем смотреть в музей на дьявола, где его связали там на цепи. Понимаете, вот это не будет буквально, но просто люди смогут жить по другим принципам, с другим мышлением. То, с чего мы начали. То, что вот это будет высвобождено, настоящее мышление, как бы, Божье для людей, в котором они смогут пребывать, и вот то, что их мучило, оно все перестанет их мучить. И почему я считаю, что это будет происходить на Земле? Потому что там написано, что по окончании, тысячи лет, он будет на короткое время высвобожден. И возмутит, написано, народы, которые пойдут на город святых. Ну, зайдет огонь с неба и пожрет вот это все движение. Таким образом, Земля будет существовать. Земля будет существовать, будут существовать вот определенным образом, в определенном состоянии Духа, в первую очередь. Может быть, физически это все будет продолжать вот так выглядеть. И я даже больше чем уверен, что это будет продолжать так выглядеть. Но вот в Духовном будут люди, которые будут открыты для этого, и чувствовать это, и жить в этом, наслаждаться этим. А будут, которые будут жить вне этого. Просто вне этого. И их дух, он не сможет быть к этому причастниками. Вот такие пироги, вот так вот я думаю. Потому что, и опять же, где я нахожу опять же вот эти символы? Да что такое вот это тысячелетнее царство? То есть вот если мы берем трех царей, Саула, Давида и Соломона, то вот тысячелетнее царство это начало правления Соломона. Понимаете, вот когда там, помните, да, как выглядело царство Соломона? Что царица Саская даже пришла и восхищаться мудростью, богатству. Там написано, даже там слуги, они чувствовали себя так, что вообще. То есть там было полное устройство, полное взаимодействие, а мудрость Божья, которая все это устроила. И это еще один прообраз того, что должно произойти с землей. Но пришли мы к этому царству, через сначала царство Саула, потом царство Давида. И для меня вот это вот Давид, это вот как раз и есть откровение сынов, можно сказать, это Иисус Христос. И это вот этот прообраз сидящего на белом коне, движение. Поэтому для меня вот это вот белый конь, это как бы я хотел передавать, как мне открылось, как я думаю, что это и есть откровение сынов Божьих. То есть это вот это вот движение христианское, посвященное, настоящее, да, которое однажды повлияет на всю землю, повлияет по-настоящему, повлияет на всю землю. Теперь придем к тому, почему вот я думаю, что есть сейчас. Потому что, ну, можно сказать, ну вот уже тысячелетия живем, и почему мы не должны быть одним из тех... Вы понимаете, что я веду к этому или нет? Я бы хотел, чтобы вы это услышали и поняли, что я веду к этому. Ну, как бы я бы так хотел сказать. Мне вообще, ну, как бы, когда я прочитал первый раз про коня белого, у меня внутри прозвучал голос. Поэтому я не хочу сказать, что это был голос Божий. Я лучше назову, что это был мой голос. Но я просто очень захотел, чтобы это был голос Божий. Но мне прозвучал такой голос. И это реально был. Что это вы. Понимаете? Я не знаю, в каком этом масштабе мы. Понимаете? Может быть, есть еще, и я больше чем уверен, на земле и группы, да, людей, которым тоже открыто то же самое. И которые тоже могут назвать, что это вы, и Бог им может так же сказать. Я не исключаю это. Но у меня этот голос внутри прозвучал. Может быть, я его захотел, чтобы он у меня прозвучал. Но это было для меня немножко нестандартно, сверхъестественно. Ну и все. И потом поехало-поехало, и я вот начал все это рассматривать. Потом мне начали залазить в меня такие откровения, что, знаете, потому что мы здесь еще, мы когда вот прочитали эту 19-ю главу и начало 20-й, там что было потом сказано, что когда вот дьявола затащили на эту цепь, и когда святые стали, да, на земле взаимодействовать, и земля стала под их властью, там сказано, что сие есть воскресение первое. Я вот просто не хочу говорить там, там есть вещи, которые мы не можем понять, что там воскресли, там туда-сюда. Это опять же, это я вот говорю к тому, что я беру ключевые моменты, и хочу на это посмотреть именно вот так, на расстоянии по ключевым моментам. Потому что если я начну, сейчас мы начнем разбираться, ну, там должны вот такие вещи, такие вещи произойти, будет трудно. И опять же, мы опять завозимся и начнем говорить обрезание, необрезание, что важнее, понимаете? Понимаете, про что говорю? Вот, поэтому я это рассматриваю как такие вот какие-то ключевые моменты, которые вот уже чуть-чуть понял и вижу, что они могут состояться. И там написано, что сие есть воскресение первое. Почему Библия нам так пишет, что сие есть воскресение первое? Ведь Иисус Христос, Он же воскрес первый. Но Библия называет вот это воскресением первое. Вот это вот, откровение сынов, вот это вот завоевание земли первым воскресением, настоящим воскресением. И тогда я здесь тоже на себя возьму такую вот как бы смелость, что воскресение Христа, оно больше как, ну, как начало, как первенец, да, и как прообраз того, что должно опять же произойти с землей. Того, что Он все это сделал для того, чтобы прошел этот путь, для того, чтобы опять же показать, что будет происходить. Он, естественно, начал этот процесс. Он кроегольный камень, Он самый главный ингредиент. И мы должны понять одно, что Бог не остановится. Бог не остановится. Он в любом случае вырастет на земле такое поколение, которое сделает вот эту работу. Понимаете, я вот в это верю. Поэтому я заряжен вот таким видением. Мне неинтересно вот ходить в церковь на самом деле. Мне интересно ощущать себя тоже причастником к чему-то действительно вот такому. И можно сказать, ну, как, так, почему мы мелкие, там, да, туда-сюда. Можем так думать. Но Христос дает нам другое мышление. Дает нам вот это вот мышление, которое будет влиять. И вы понимаете, что если у нас получится начать двигаться в это, просто вот мы начнем позволять Богу менять наше мышление, менять наше мышление, менять вот это наше отношение между друг другом, это будет высвобождать вот эту вот энергию. Эта энергия будет аккумулироваться вот за счет того, что это церковь, общее взаимодействие. Ну, вы не представляете, чего мы можем достигнуть. Я больше чем уверен. То есть, ну, самое главное просто вот, наверное, быть причастниками и позволить Богу. Я хотел бы вот в это вот вам показать, как прообраз того, как Бог завоевывает землю. Еще один. То, что когда народ израильский ушел из пустыни и пришел в землю обетованную, мы, кстати, этот вопрос задавали на Викторане. Помните, какую твердыню первую он победил? Ерихон. Стены Ерихона, которые парят, да? И это тоже, для меня вот это как раз и есть прообраз того, что существует в мире. То есть, как бы, что будет рушиться, что произойдет, как бы, с миром, на что должно повлиять христианство в этом мире. Как раз вот на эти твердыни Ерихонские, этот вот город разврата греха, эгоцентричности, да, вот это вот. Первая такая твердыня, которую они сокрушили при выходе из пустыни и входе в землю обетованную. Они просто ходили вокруг этих стен, потом закричали, и стены рухнули, и они, как бы, победили. И те же, как бы, прообразы. И мне очень нравится, что вот Иисус, он ходил в Ерихон, знаете, и он исцелял, там, по-моему, в Артемии он, по-моему, из-за Ерихона был, да, или около Ерихона. Не помните, да? Но был один человек, которого изменил Иисус в Ерихоне. Может быть, кто-то помнит, кто это? Там не было чуда, но это было больше, чем чудо. Это была просто сверхъестественная вещь, которая просто вот отображает, что же должно происходить с мышлением этого мира. Это был Закхей. Помните, да, кто такой Закхей? Начальник налоговой службы, мытарь. Человек, опирающий своих, служащий и Кесарю, и всем. То есть человек, просто обожающий власть, деньги и все остальное. А просто с Ерихонем связано. Потому что жил в Ерихоне. А где это? Закхей. Ну, ты мне не доверяешь? Нет. Потом я тебе покажу. В том-то и дело, что я немножко это связываю. Хотите, давайте прочитаем. Это Лука, 19 глава. С первого стиха. Потом Иисус вошел в Ерихон и проходил через него. И вот некто имени Закхей, начальник мытарь, человек богатый, и искал видеть Иисуса, кто он. Но не мог за народом, потому что был малоростом. И забежав вперед, влез на смокованность, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, Господи, половину имения мое я отдам нищим. И если кто кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус же сказал ему, ныне пришло спасение домовщему, потому что и он сын Авраам. Вот такая вот ситуация. Вот пример твердыни, просто падающей присутствия Иисуса Христа. Понимаете, вы представляете, какая твердая на руку была вообще? Вы представляете, для человека, вот, живущего, это смысл его жизни был, денег. Деньги, нечистые деньги, все ради денег, все вокруг денег вообще. И понимаете, о чем я здесь говорю? Что когда этот человек встретился с Иисусом, это был крик его души. Он сказал, все. Устал я от этих денег? Ну, другими словами, правильно или нет? То есть, у него просто вот меняется мышление вообще. Он понимает, что вот это все, в чем он варился, это просто его мучило, убивало и уничтожало, как личность. Понимаете? То есть, и только встретившись с Иисусом, человек смог на это посмотреть так, что оказывается, это его враг. Понимаете, оказывается, это то, что его, понимаете, он посвятил этому всю свою жизнь, служению деньгам, служению сбору этих налогов, всегда в башке цифры, кто должен, кого кинуть, как обхитрить и так далее. И вдруг Иисус приходит, и он просто вот выплескивает это все, да, и говорит такие слова, все, половину сразу отдаю. И кого в чем обидел или обманул, вчетверо буду отдавать. И все. Мы, с одной стороны, можем на это посмотреть, как на какой-то всплеск эмоций, да, просто вот. Но для меня это вот падение твердыни, понимаете, твердыни в человеческом сердце, в человеческом мышлении, в человеческом сознании, это просто, на самом деле, просто вот великое чудо, которое произошло. Это чудо, которое больше даже, может быть, чем прозрение, может быть, даже больше, чем какое-то физическое исцеление. Потому что, ну, на самом деле, вот человек просто поменял принципы, поменял, он увидел, что не туда жил, не туда шел, не то вообще. И все. И чем это Иисус делает? Как? Просто тем, что он пришел к нему в гости. И все. И просто там был этот момент, что не просто пришел в гости, а еще, когда еще роптать начали, он все равно там сидел. То есть этот вот человек сидел, закей, тут роптали, а зашел к мытарям, а Иисус зашел и сидел. Понимаете? И вот эта вот вся ситуация, вся вот эта атмосфера, все, и закей встает и говорит, все, не хочу больше быть грешником, не хочу быть рабом вот этого плоского мышления, больше вот не хочу так жить. Потому что это не жизнь, на самом деле. Это ад, понимаете? И он это показывает. Он это показывает просто даже нам тем, чтобы мы не стремились только к этому в своей жизни. Потому что, ну, многие из нас не достигнут того, что достиг Закхей, чтобы это почувствовать, да? Но на его примере можем как бы вот просто научиться принять, осознать, что это совсем не та цель, для которой нужно жить. И это на самом деле очень мощное твердыня. И для меня вот это вот, если мы посмотрим, то если вы почитаете Откровение, если вам будет интересно, то там до того, как мы вот пришли в 19 главу, там есть крушение Вавилона. Тоже как прообраз, когда вот там падает, написана вот эта вот вся система, где описывается такая ситуация, что не будут покупать товаров, не будут вот эти купцы, купцы будут стоять в отдалении и как бы наблюдать за этим всем. Вот. Для меня это как бы прообраз того, что, ну, мы должны однажды измениться в своем мышлении. Мы должны поверить в Христа. Мы должны вот как бы возрастить в себе Христа, возрастить в себе вот это его мышление, его видение, его отношения. И он очень интересно двигался, он просто ходил и любил. Просто написано «Друг мытарей и грешников». До него был Иоанн Креститель, который был тоже не въезд, не пьет, и постится постоянно, и крестит и так далее, да. Это тоже своеобразное тоже еще такое царство, это уже движение Божье. Ну, если интересно, я вот об этом всегда говорю, что это похоже как на царство Саула, которое уже от Бога, но еще не имеет этой силы и этого мышления Христа. Поэтому я сегодня вам вот попытался вот это вот открыть, зацепил чуть-чуть, вот хоть какие-то зацепки дал, открыл, что-то новое как бы пустили в себя или нет. Я бы просто хотел, чтобы, ну вот, просто вот отдалились, увидели, что Бог хочет воплотить свой план. И он это уже сделал, он Христа просто вот, понимаете, ему так тоже, вот его план заключался в том, что вот пустить Христа первого, да, Иисуса, вот в этот мир злой. И этот мир, он его просто вот разорвал, поглотил, потому что этот мир не смог принять его мышление. Просто потому что все эти люди, которые имели там власть, деньги, похоть плоти, похоть очей, город житейский, он просто говорит, это слишком на нас влияет, мы не можем это принять. Понимаете, и даже религиозные вот, особенно эти люди, которые тоже очень любили власть, деньги и все это, да, и вроде как бы и с Богом хотели быть, но они тоже не смогли принять вот этой любви такой вот Иисуса, который просто ходил и всех любил, исцелял и действовал, и говорил как бы правду, и говорил так правду, но еще и любил все равно, понимаете. И просто этот мир, он взял просто его вот, съел, поглотил, раздавил, но проглотил, понимаете. И это семя, оно попало, и это оказался план Божий, чтобы вот это вот все произошло, и произошло уже там вот это вот искупление, произошло высвобождение, произошла эта совершенная жертва искупления, где мы можем просто получить вот это начало, получить вот этот задаток, начало Духа Святого, начало правильного мышления и возрастать в этом. И когда мы возрастем и начнем взаимодействовать, мы начнем влиять на этот мир, и просто это невозможно будет остановить. Вот про чем говорится в том же Снему у Худоносора, вот о чем здесь говорится, про этого коня белого там и так далее. Иисус однажды тоже сказал такую притчу, что Царство Божие подобно закваске, которая положена в три меры муки и доколе не скиснет все. Понимаете, и вот это вот происходит, этот процесс, он стал этой маленькой закваской, вот этим семенем, которое вот в землю было погружено. И просто уже одно сознание того, что я хочу являться вот частью этого Божьего плана, хочу, чтобы мне было это открыто, я хочу занять свою позицию, я хочу иметь в этом свое место, свое участие, как можно раньше. Потому что апостол Павел, он говорил, что ну, я желаю этого высшего, высшего звания в Иисусе Христе. Понимаете, то есть как бы, вот я уже говорил про это, что среди людей в плотском варианте чемпионов много быть не может, он один чемпион, да, обычно, на 100 метровке, там, я не знаю, ну где угодно, чемпион он один. Но у Бога, у него духовное мышление, понимаете, у него чемпионов может быть много, понимаете, много. Просто для, но они должны быть все вот с этим мышлением чемпионов, понимаете, которые написаны Павелом, он говорит, я бегу, как тот, у кого есть цель, и тот, который всерьез бежит и дерется, понимаете. То есть, просто мы часто вот, ну, себя не можем, как бы, вот почувствовать в христианстве, увидеть, понять свою роль, потому что, ну, сами, ну, не видим, во что включиться, как включиться, где включиться, больше, как бы, тренируемся, пробуем, там, и так далее. Вот, поэтому я верю, что это время, оно заканчивается, что наступает это время, вот, вот эта песня есть хорошая, вот эта мы с Алексеем, может быть, сейчас мы ее споем, вот это вот, то, что «Да восстанет церковь твоя святая, непорочная церковь последних дней». То есть, как бы, вот, действительно, как бы, должно стать это поколение. Я по многим признакам могу, как бы, вот, утверждать, что мы похожи на это поколение. Мы похожи на это поколение, именно вот, и мы здесь сидящие, и еще у нас много таких, потому что, вот, как бы, перед нами уже было вот это вот поколение, то есть, как бы, вот этот, вот, Иоанн Креститель уже сделал свою работу, Салу уже прошел, то, что вот эта вот церковь-попытка, она уже, как бы, сделала свою работу, что я верю, что должна встать вот эта вот настоящая церковь. И это не для того, чтобы, вот, уничижить ту предыдущую, не, ну, это просто, поймите, что это просто план Божий. Понимаете, вот Бог так запланировал, что сначала Он дает одно, потом дает, как бы, другое. И последнее, просто, вот, вам доказательство, просто хочу вот в эту тему это все включить. Иисус сказал, что разрушьте храм сей, и я восстановлю его в три дня. И мы все знаем, что тогда вообще сказали, ну, как так, Его 50 лет строили. Ученикам потом стало открыто, что Он говорил о своем теле, о себе. Но Иисус, это же, как вы говорили, это как принципы, это образы. И Библия нам дает такой ключ в послании Петра, что с Богом один день, как? Тысяча лет. Тысяча лет. И мы где сейчас находимся? В третьем дне. В третьем дне, понимаете, в третьем тысячелетии. Верите в это, не верите, но мне это так вот открылось просто само на меня выбросывать, понимаете, что я знаю, что Бог может закладывать такие ключи, такие моменты, которые на третий день воскреснут. Почему я это сейчас сказал? Потому что мы прочитали с вами Откровение, сие есть воскресение первое. Понимаете или нет? Мы прочитали только что в Откровении, где вот про все это движение с конем белым, с затянутым дьяволом, посаженным на цель. Все это как бы нам иллюстрирует, что и потом называется это воскресением первым. Поэтому мы можем... Сегодня я попытался на вот этот путь Христа, на Библию, на всю, да, посмотреть вот с этой, со стороны веков уже, да, тысячелетий. И того, что мы еще не вошли, да, в эту землю обетованную. Но мы очень хорошо подходим на роль этого поколения. На роль этого поколения, которые вот для чего-то их готовили, но дальше они пойдут уже. И еще один ключ для меня. Почему вот третий день Евангелия от Иоанна? Просто прочитаю вам, а то вот Полина скажет, а где это написано? А ее нету можешь, нет? Вторая глава. Кто заметит что-то, тот первый скажите. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. На третий день. Откуда? Если вы почитаете, там нет первого дня, нет второго дня, нет ничего. В Библию попадает такая фраза. Может быть когда-то там, между словами, может они были где-то первый день, одно делали, второй день. Но написано, на третий день был брак в Кане Галилейской. И все знают, и теологи знают, что этот брак в Кане Галилейской, он отражает то, что должно происходить. Он отражает эту вечерю Господнюю. Этот брак жениха и невесты. Понимаете? То есть это как прообраз тоже нам дано. И вот здесь написано, что он был на третий день. И вот, ну, если вам недостаточно таких моментов, то мне, мне даже вот выше крыши, чтобы об этом думать. Потому что вот ни с того ни с сего на третий день. И там вот на этой свадьбе, да, вот вина не хватило, и они пили. И там помните, помните, он сказал то, что именно прообраз, почему это прообраз вот этой свадьбы. Потому что там Иисус тоже, да, вот превращает воду в вино, несут распорядителю. И вот распорядитель пробует и говорит то, что, ну, все сначала лучшее вино дают, а ты лучшее сберег напоследок. Понимаете? И это как прообраз того, что Бог приготовил для последнего времени. Понимаете? Блажен, участвующий в первом воскресении, блажен, вот, пребывающий на этой вечере, понимаете, с Христом в третий день, в третьем дне. Не знаю я. Я, это как бы откровение, понятно, но для меня это чуть-чуть план Божий, чуть-чуть заложенный. И, кстати, вот про то, что мы говорили, закваску куда положили? В три меры муки. В три меры муки тоже, правильно? Три. Почему-то тоже используются три меры муки. Тоже можно рассматривать как, да, три времени, да, и Библия, книга духовная, она нам позволяет это делать. Вот, таким образом, Библия, это глобальный план по спасению Земли. В ней еще очень много, и мы, если это мы, и мы захотим, и мы поверим, и мы начнем, и мы можем там увидеть очень много про то, как падали твердыни Ерихона, как народ выстраивался, как это все делалось. Я уверен, что ключей, ключей в Библии еще очень много, именно практических, настоящих ключей. И если мы их способны будем понять, да, и Бог нам откроет духом, да, и мы выстроим все именно так, как написано здесь, то это сработает, понимаете? Там вот, когда Ерихон этот захватывали, они очень интересно выстроили тактику, стратегию по завоеванию Ерихона. Там шли сначала сильные, потом шли люди с трубами, потом шли левиты, не шли ковчег откровений, и потом на каком-то расстоянии шел народ. Понимаете, это о чем говорят? Это говорят стратегии. Понимаете, стратегия существует, того, как двигаться, того, как будет происходить. Понимаете, в Библии очень много практики, очень много интересных вещей, и об этом мы можем вот изучать, получать эти откровения, выстраивать свое служение именно таким образом, понимаете? Я много об этом говорил, то, что вот есть служение Иоанна Крестителя, а есть служение Иисуса Христа. И служение Иоанна Крестителя, оно тоже такое успешное, мощное служение, но в нем один лидер, понимаете? И обслужение Христа, Христос готовит команду. Можем долго говорить, царь Давид, который победил команды, да? То есть другой прообраз того, как команда, я уже говорил про это, но хочу просто напомнить, того, как царь Давид однажды потерял свое царство, да? И как бы, да, но он его не потерял, потому что был уверен, что они принесут, потому что когда он их посылал, он говорит, это в салон только, не убивайте мне, и все. Он знал, что его эти сильные, они ему царство принесут, он просто на время пришлось как бы вот отойти в сторонку там куда-то, и все. И эти сильные, они просто победили и принесли ему царство. И опять же, если Библия, это книга вот этих ключей, все этих моментов, она дает еще вот этот вот образ того, как царство на земле, оно будет принесено, да? Что Иисус Христос, Он наш царь, Он как Давид, который сидит там. И ему сказано такое слово, сядь, одесную, меня доколь положу врагов в подножье ног твоих. Правильно или нет? То есть врагов в подножье ног Христа кто будет ложить? Как вы думаете, кто? Мы. Понимаете? Мы. Команда Его. Церковь Его. Невеста Его. Конь белый. И сидящий на нем верный и истинный. Ну вот такие сегодня пироги, вот такие сегодня символы, я как бы вам это все заложил, половину вы все равно забудете, может быть даже больше, но во всяком случае вы познакомились, да, немного вот с этой глобальной картиной, что Бог, Он всегда про это говорил. Кстати, вот евреи поэтому-то и не смогли принять Христа, потому что Христос, Он только начало Божьего клана. Понимаете? Он начало Божьего клана. Потому что они видели через все Писание, где Бог дает царство, дает царство святым, что они будут управлять там царством. Ну, Бог имел в виду мир, евреи имели в виду себя, как бы потому что они были народ Божий, потому что Слово было непосредственно к ним обращено. Но они-то в этот момент не чувствовали, что они вот только прообраз всего этого, да, только механизм всего того, что Бог задумал, того, что Бог придумал. Поэтому для них вот этот вот Христос, который пришел вот так вот, не стал за собой вести как бы народ, пришел как новое мышление совершенно, да, против плоти, да, против Духа в первую очередь, а не против людей. Потому что многие хотели, чтобы Он их просто от Римлян освободил. Но точно так же они правы в том, что однажды Бог должен начать землю освобождать, понимаете? Они правы. И поэтому здесь уже чуть-чуть, может быть, неправы христиане, которые взяли только для себя вот, ну, спасение личное, понимаете? Мы взяли для себя личное спасение, мы спасаемся, слава Богу, там, и так далее. Может быть, когда-то для какого-то времени не нужно было говорить только о личном спасении, потому что невозможно было что-то такое выстроить, построить, что будет влиять на мир. Но я уверен, что сейчас как будто другие времена. Вы понимаете, почему еще другие времена информации? Информация доступна, понимаете? Камень Давида, он летит просто и попадает в лоб постоянно этому Голиафу, понимаете? То есть, как бы вот эти твердыни, они разбиваются. Тебя ничто не останавливает сейчас открыть планшет и слушать кого хочешь. Понимаете? Раньше это невозможно было. Читать любую Библию, любые переводы, слушать любых проповедников, отличать плевелы от семян там и так далее, понимаете? И вот это и будет, как бы, вот ключом к этому всему, что и будет влиять. То есть, однажды, все-таки, вот, ну, это учение, оно Иисуса Христа, оно заработает. Заработает на практике, понимаете? Заработает. И у нас есть вот эта возможность, понимаете? Чтобы мы вот сначала в маленьких масштабах, оно заработает, начнет влиять, а потом взрыв, понимаете? И неизвестно докуда. Аминь? Аминь.